Порядка полутора тысяч коррупционных преступлений зарегистрировали в Казахстане с начала года. Цифру озвучил председатель агентства по противодействию коррупции Асхаджу Магали на встрече с главой государства. В коррупции подозреваются больше тысячи человек, из которых 158 – руководители различных уровней. В суд направили свыше тысячи дел. Возмущено 282 миллиарда тенге ущерба. С прошлого года возвращены имущественные активы и денежные средства на 857 миллиардов тенге. Проводится также мониторинг строительства социальных объектов, по которым нарушены сроки сдачи в рамках карты коррупционных рисков. Уже установлено 156 таких объектов во всех регионах страны. По итогам встречи президент дал ряд поручений по дальнейшему противодействию коррупции и усилению профилактических мер. 9 ноября по приглашению Хасмажимар Татукаева Владимир Путин посетит Астану с официальным визитом. Запланированы переговоры, в ходе которых лидеры двух стран обсудят актуальные вопросы казахско-российского стратегического партнерства. Кроме того, президенты в режиме онлайн примут участие в работе 19-го форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России. Он пройдет в Костанае. Казахстан Социополитика, направленная на достижение углеродной нейтральности к 2060 году. Казахстан одним из первых ратифицировал Парижское соглашение. Когда на Ближнем Востоке и в других регионах происходят жестокие конфликты, встречи духовных лидеров носят важный вклад в продвижение культуры диалога, основанного на взаимопонимании и уважении. Созидательная роль духовных лидеров сегодня является крайне востребованной. Сегодняшняя конференция продвигает дух искреннего сотрудничества для благополучия всех народов и преодоления общих вызовов. Уверен, что такие встречи укрепляют межконфессиональный диалог и способствуют поиску эффективных путей решения проблем современного мира. 76 казахстанцев по-прежнему остаются в секторе газа. Вместе с членами семей их больше 160 человек. Об этом сообщили в МИДе нашей страны. По информации официального представителя ведомства Эбекас Мадиярова, эвакуация иностранных граждан и палестинцев с двойным гражданством из газа началась 1 ноября. Однако позже ее приостановили. Ситуация осложняется еще и тем, что по требованиям Египта и Израиля контрольно-пропускной пункт Рафат приостановил свою работу. Хотя его пропускная способность была всего 500 человек в день. По данным дипломатов, на сегодня в Газе находятся 7 тысяч зарубежных граждан. Мы всячески ускоряем и делаем все для того, чтобы эвакуация граждан Казахстана произошла как можно раньше. Однако не всегда все зависит от нас. Этот военно-дипломатический кризис пытается решить практически весь мир. С нашей стороны готовность полная. Как только наши граждане пересекут границу с Египтом, специальный эвакуационный борт вылетит в город Каир. Защита прав и интересов граждан Казахстана за рубежом является одной из основных задач Министерства иностранных дел и посольств Республики Казахстан. Между тем, Казахстан направил миллион долларов в гуманитарной помощи Палестине. Средства выделило правительство. Сумму уже перечислили в Ближневосточное агентство ООН. Как отметили в МИДе, Государство Совета Сотрудничества Арабских Государств Персидского залива, США, Европейский Союз, Канада, Великобритания, Япония, Россия, Китай и многие другие тоже приняли решение оказать финансовую и гуманитарную помощь палестинскому народу, пострадавшему в секторе газа и на западном берегу реки Иордан. Учитывая катастрофическую гуманитарную ситуацию в секторе газа, Казахстан также решил не оставаться в стороне и оказать палестинскому народу гуманитарную помощь в размере 1 миллиона долларов США. Данное решение было озвучено президентом Республики Казахстан Касмжомартом Тукаемым в рамках 10-го саммита Организации Тюркских Государств. В Непале завершили поисково-спасательные работы после землетрясения. Теперь службы реагирования готовятся к оказанию помощи выжившим. Люди в ожидании продуктов питания и медицинской помощи. Подробнее о последствиях землетрясения в Непале материали наших международных обозревателей. Программа помощи пострадавшим от разрушительного землетрясения запущена в Непале. Каждой семье погибших выделят по полторы тысячи долларов. Столичные больницы готовы принимать пациентов. Раненым окажут бесплатную медпомощь. Мы готовим к отправке еду и лекарства в пострадавшие районы. Также задействованы различные волонтерские организации. Они готовят палатки, в которых люди смогут временно проживать. По последним данным число жертв достигло 157. Тысячи людей остались без крова. Больше всего пострадавших в труднодоступных районах Джаджаркот и Рукум, которые расположены недалеко от столицы Катманду. Напомню, землетрясение магнитудой 6,4 в Непале произошло на прошлой неделе. Подземные толчки ощущались даже в индийской столице Нью-Дели. Поисково-спасательная операция была затруднена оползнями. Когда мы спали, вдруг раздался громкий шум. При первом же толчке часть дома обрушилась. Несколько камней упали на место, где мы спали. В результате мы получили травмы. Но нам повезло, что они оказались легкими. У нас ничего не осталось. Тяжело дышать из-за пыли. Дети голодные. У нас нет ни жилья, ни еды, ни одежды. Гуманитарную помощь Непалу предложили соседние страны – Китай и Индия. Последняя уже отправила в Катманду военный самолет с лекарствами и предметами первой необходимости. Отмечу причины землетрясений в Непале. Эксперты объясняют его географическое положение. Страна находится на стыке двух тектонических плит, которые постоянно движутся. Процесс продолжается и сегодня, что приводит к регулярным землетрясениям в регионе. Сандугаш Байгуаныш, Хабар-24. Еще о событиях в мире. Снежные бури обрушились на северо-восточные регионы Китая. Свыше 400 авиарейсов перенесены в нескольких городах закрытой школы. Наблюдается сильное понижение температуры воздуха. Власти выпустили предупреждение о повышенного уровне из-за погоды и призвали людей оставаться дома. Метеорологические службы Китая заявили, в некоторых районах может выпасть до 10 сантиметров снега. Из-за холодов подачу тепла в Пекине начнут раньше обычного. Министерства по чрезвычайным ситуациям задействовали ресурсы для бесперебойной подачи воды, электричества и газа. Больше 530 нелегальных мигрантов высадились на итальянском острове Лампедуза. Они прибыли на рыболовном судне из Ливии, сообщила береговая охрана Италии. Среди нелегалов 5 женщин и 6 родителей. Люди рассказывают, что за переправу каждый из них заплатил от 4 до 7 тысяч евро. Проблема нелегальной миграции остается наиболее актуальной в Италии. По данным Министерства внутренних дел, в страну в этом году по морю прибыли около 107 тысяч человек. Это число в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. И вновь в событиях в нашей стране. В области ЖДСУ растет заболеваемость корию среди населения. Если в прошлом году в регионе не было ни одного случая, то в этом по первичным диагнозам уже зарегистрировано 317 заразившихся. Из них лабораторно подтверждено 229. По словам специалистов, большая часть заболевших не привитые. Сейчас в регионе началась разъяснительная работа среди населения по вакцинации от опасного заболевания. В данное время ожидается поступление вакцины. Как прибудет вакцина, мы будем проводить массовую иммунизацию. Сейчас определяем контингент подлежащий, посписочный. И вакцинация будет проводиться в ноябре-декабре месяцах. А на востоке Казахстана из-за вспышки кори началась дополнительная вакцинация детей. В регионе с начала года зафиксировано уже 56 случаев заболевания. 45 из этих пациентов – дети, причем почти все непривитые. Поэтому очень важно не пропускать плановые процедуры в год и 6 лет, говорят врачи. Сейчас у родителей есть возможность вакцинировать малышей от 6 до 11 месяцев. Сейчас в больницах с диагнозом кори находятся 8 человек. Их состояние оценивается как стабильное, средней тяжести. Но заболевание опасно своими возможными осложнениями, которые могут привести даже к летальному исходу. Поэтому рисковать в данном случае опасно, отмечают медики. К слову, вирусная инфекция не регистрировалась в регионе последние 3 года. До этого вспышка наблюдалась в 2019 году. Кори – это вакцина, управляемая инфекцией. После получения вакцины ребенок, получается, не заболеет. Либо он перенесет эту инфекцию в облегченной форме. А если человек переболел, то он приобретет пожизненный стойкий иммунитет. На сегодняшний день на областном складе хранится 2700 вакцин. К другим темам. Каждый третий сотрудник карагандинского отделения КТЖ фиктивно лечился в санаториях. Транспортные прокуроры сверили отчеты национальной компании и данные курортных организаций. Тогда и стало понятно, что часть работников поправила здоровье лишь на бумаге. Между тем, по условиям коллективного договора, каждые три года железнодорожники должны получать или льготные путевки в санаторий, или материальную помощь в размере 207 тысяч тенге. Региональной транспортной прокуратурой установлены 100 фиктивных отчетов работников в железнодорожной сфере Карагандинской области о получении услуг курортных организаций. По признакам мошенничества начато досудебное расследование, проведение которого поручено полиции на транспорте. К мониторингу радиационной обстановки в Усть-Каменогорске привлекут санитарные службы. Об этом заявили в департаменте экологии. Напомним, местный правозащитник Алексей Башко в судебном порядке добился от Экимата создания новых карт восьми точек рационного загрязнения города и обозначения этих территорий предупреждающими знаками. Речь идет о бывших хвостохранилищах металлургических производств, расположенных в черте города. Согласно официальным ответам местной администрации, дезактивация опасных участков приступит не раньше следующего года. Необходимо скорректировать бюджет. Мы договорились с местным исполнительным органом о том, что в плане мероприятий по улучшению ЭК обстановки будут предусмотрены мероприятия по проведению инвентаризации, повторной инвентаризации всех очагов радиационного загрязнения. То есть это будет в 2024 году, мы планируем, что со стороны местного исполнительного органа будут выделены деньги. Как бы там ни было, какой бы орган это ни определился, все равно будут проводиться работы по очистке этих участков. Завод по производству пиросульфита натрия строят в городе Каратау, Жамбылской области. Аналогов данному предприятию в стране нет. Годовая мощность будущего завода составит 25 тысяч тонн пиросульфита натрия. Он применяется в горнодобывающей промышленности, в частности при обработке золотосодержащей руды. Проект стоимостью почти 3 миллиарда тенге реализует турецкий инвестор. В этом году намерены полностью завершить строительство и провести пусконаладочные работы. А запустить завод планируют в первом квартале следующего года. Это первый в Казахстане завод по производству пиросульфита натрия. Мы обеспечим предприятие необходимой инфраструктурой. Подведем свет, газ и техническую воду. Участок расположен в индустриальной зоне. Всего она раскинулась на площади 49 гектаров. Пока там реализуют три проекта общей стоимостью 43,6 миллиардов тенге. Высшую школу искусственного интеллекта и информатики открыли в Хазларде. Проект реализовал Национальный фонд исследований Республики Корея при поддержке Министерства науки и высшего образования нашей страны. У казахстанских студентов появится доступ к передовым знаниям и IT-технологиям, а также возможность для проведения совместных исследований. Высшая школа будет функционировать как филиал Сеульского национального университета науки и технологий. Это, считают специалисты, может превратить Хазларду в региональный IT-хаб и привлечь абитуриетов не только из других городов, но и ближнего зарубежья. Развитие технологий искусственного интеллекта, как отметил наш президент, в своем послании народу Казахстана имеет стратегически важное значение. Семилетняя программа подготовки кадров нового формата позволит школе не только самостоятельно функционировать в дальнейшем, но и проводить здесь собственные прикладные научные исследования. В школе откроют четыре факультета, на базе которых будут реализованы все образовательные программы. Эта школа будет специализироваться на подготовке кадров в сфере искусственного интеллекта, кибербезопасности и информатики. В Хабар 24 новости мы продолжаем. Историю Казахстана, казахский язык и литературу будут преподавать во всех школах байконера, причем независимо от действующего стандарта обучения, казахстанского или российского. Договорились об этом на заседании межправительственной комиссии двух стран. Какие еще изменения ожидают наших соотечественников в звездном городке, узнавала моя коллега Райхан Тажибаева. Особый статус и две системы образования. По казахстанским стандартам работают пять школ байконера, по российским – семь. Последних знаний получает свыше двух тысяч наших соотечественников. Теперь у них появилась возможность изучать историю Казахстана, родной язык и литературу. В настоящее время эти предметы уже внедрены в школе номер семь имени Янгеля. Обучение ведется среди учеников пятых, шестых, восьмых и девятых классов. В дальнейшем эти учебные дисциплины и в остальных российских школах байконера. По всем школам проведем опросы у детей, кто изъявит желание, будет обучаться по этим предметам полностью. И российская сторона полностью обеспечит эти книжки и преподавательность. Это даст хорошую возможность для наших детей, для городских детей, дальше обучиться наших казахстанских вузов. Изменения коснулись не только образовательной сферы. Произошли они и в жизни самого байконера. На его улицах появились вывески, рекламные и информационные щиты на казахском языке. Впервые за последние 30 лет улицам города присвоены имена казахских поэтов и героев войны. Появились улицы имени Маншукмаметова и Али Мулдагулова, Бауржана Мамышулы и Хуркатата. Они напоминают нам о подвигах наших соотечественников и великих людей. Новшество нас очень порадовало. Вместе с тем теперь в Байконере будут праздновать национальные и государственные праздники Казахстана. Есть и изменения в двухстороннем соглашении, которое позволит казлардинским школьникам посещать с экскурсией космодром. Райхан Тажбаева, Аханалиев, Казлардинская область, Хабар-24. Жители Тиректинского района Западно-Казахстанской области отметили 90-летний юбилей родного окрая. С давних времен местность связывала Европу и Азию. Через нее проходил Великий Шелковый путь. Эти традиции тиректинцы сохраняют и сегодня. Тиректинский район расположен на левобережье реки Урал. Является одним из крупных в регионе. Здесь приживает почти 40 тысяч человек. 96% населения охвачено голубым топливом. К централизованному водоснабжению подключены дома жителей 24 сел. По территории района проходят крупные транспортные артерии. В этом году в районе было отремонтировано 25 километров дорог. Построены 4 школы и 3 новых медицинских объекта. Новое жилье получили 23 семьи. На данный момент ведется строительство 38 жилых домов. Динамично развивается и сельское хозяйство. Народные гуляния начались здесь с самого утра. На степных просторах установили белоснежные юрты. Каждый желающий мог отведать угощение щедрого достархана. Среди гостей почетные граждане и люди, внесшие вклад в развитие района в разные годы. Сегодня для нас большой праздник. Не каждый район имеет такую богатую историю. Я живу здесь уже 22 года. За это время наш край растет и развивается. Была проделана большая работа и в этом есть заслуга нашего народа. Теректа – это, во-первых, моя вторая родина, мой родной район. Я здесь прожил и проработал два десятка лет. И очень благодарен, прежде всего, самому народу, который меня понимал. Вырастил тут десятки кадров. Какой же юбилей без зрелищных скачек для молодежи? Также организовали спортивные состязания. Спонсоры учредили щедрые подарки для победителей. Альбина Кубаргалеева, Булат Жарлгасов, Эльдара Юпов, Хабар-24, Западно-Казахстанская область. У Матвинский международный аэропорт с начала года встретил 8-миллионного пассажира. Им стал казахстанец Хайрат Манабаев, прилетевший сегодня днем рейсом из Уральска. В подарок от руководства аэропорта он получил сертификат на туристическую поездку в Грузию. В настоящее время управляющая компания ведет строительство нового пассажирского терминала, который планируют запустить летом следующего года. Он сможет одновременно принимать до 7 самолетов в зависимости от размера и типа борта. Таким образом, общая пропускная способность увеличится до 14 миллионов пассажиров в год. Новый терминал необходим Алма-Атинскому аэропорту. Поэтому мы сейчас ускоренными темпами пытаемся завершить его строительство до запланированных сроков. На данный момент большая часть строительства завершена. Мы планируем открыть новый терминал в начале летнего туристического сезона. Полярное сияние наблюдали накануне вечером жители северо-казахстанской области. Небо окрасилось в красный с переливом в зеленые цвета. Красочными фото активно делятся жители сел, где явление было особенно хорошо видно. Ученые объясняют, что вызвано такое сияние геомагнитной бури и случается на севере страны один раз в несколько лет. Последние запечатлели в 2016 году. Сегодня, по прогнозам, буря продолжится, поэтому есть шанс увидеть полярное сияние и этой ночью. Для меня это похоже, как подняться на вершину горы и смотреть на природу, например. Это какое-то такое духовное поднятие, что ли, когда ты такое лицезреешь. И я считаю, что люди, которые упустили этот шанс увидеть северное сияние в Казахстане, они многое потеряли. Если посмотреть на Землю из космоса, то вокруг магнитных полюсов Земли существует такая область светящаяся, так называемая магнитная каспа, где высыпаются высокоэнергетичные частицы, прежде всего протоны, облаков солнечного ветра. Так, свечение возникает из-за того, что эти частицы взаимодействуют с тем самым кислородом, которым мы дышим, и с азотом. Сегодня я с удивлением узнал, что полярное сияние наблюдалось и на юге Казахстана. Но это уже подлинно сенсация. На такой красивой ноте завершаем выпуск. Напомню, все наши новости доступны также на нашем сайте 24.kz. Всего доброго.